27 февраля этого года, представляете, я расскажу про Верку. 27 февраля этого года мы разрешены нефункционированных митинков. И там нас с ней познакомил Олег Богданов. И про все, что называется, взять под крыло. Я, Верочка, выразила желание пойти 26-го. Я долго в эсбуке писала. Это нефункционирует, это страшно. Верка сходила 26-го. И сегодня пришла на маяковку Митова-Багилоэля. И вот когда вот это случилось, мы решили дойти до Манишки. А потом поехали, и Верочка сходила. Поехала хотя бы кроме меня, в два раза человека, которого она видела, она больше никого не знает. И уже ей, как никому, что он знает, сам Бог велел, вопрос, зачем мы ей сдались, скажите. Было ясно, они же, вот эти менты на Петровке 38 приховали нас в течение часа. То есть было совершенно очевидно, что нужно уходить. И мы понятна. Мы не хотели, ну как, мы не хотели проявить славу. А Верочка совершенно новый человек. Она нас не бросила. Она нас не бросила. Поэтому я говорю, вот, добро пожаловать к боевым крещениям. Это совершенно потрясающая история. Мне хочется, чтобы кто умеет писать. Вот прямо описали и рассказали. Ну ладно. Вот задание. Я не умею писать. Да, сейчас ты умеешь писать. Я не умею. Карина, конечно. Карина, конечно. Карина, да. Не надо, не надо. Я не умею писать. Давайте я познакомлю вас. Это Григорий Симаков. Мемцов Мус, человек, который там хранитель моста. И Коринер. Вот такой, вот такая... И еще, кстати, Сергей Киреев, тоже хранитель моста. Здравствуйте. Здравствуйте. С чистой совестью и на свободу. С каким-то разочарованием даже освободили. А я тут не причем. Алина, да? А салтан, да? А салтан. Да. Вот. Вот. Да. А все остальные люди, это наш процесс. Махнеров, мы наш правозащитник. Ой, Лемка, как? Ну, ну да. А вот меня тоже чуть. Вот. Ну, я не могу. Как быстро на ужин вас отпустили. Нет, давай, давай, давай. А я пришла за нас в бороться. Отпустите, говорит, нас уйдет. Отпустите, нас уйдет. Да, уже думать неплохо. Марина, смотрю, я сказал. Марина. А вас я не знаю. Ваня, Ваня, Иван Десков. Здорово. Здорово. Сейчас теперь дождемся. Потому что, конечно, в росте техно-силет Ильдара. Просто через каждое слово Ильдар говорит, соответствует. Такой конституции такой-то. Спокойно, в достоинство. И они на самом деле, вот что удивительно, они не на него не оруют, не топают. И по большому счету даже не приступают. Считают, приходят, советуют, приходят, и вот они у меня и вступают. Поэтому хочется, если мы... Нет, только... Слухай, надавим плечом, да? Да. Ты надавишь плечом, и если мы надавим двоем, то стены рухнут. Рухнут, рухнут, обешавшие давно. Не хочешь? Берешь? Давай. Можно, пожалуйста, попить, а? Да. Конечно, пить. Только ночь, как-то... Ну, не хотите попить. Это, Ваня, вау.